Добрый день! Здравствуйте! Мы находимся в кафе на берегу солнечной Турции. Наши гости семейная пара Ольга, Юрий. Хотели бы сегодня поговорить немножко о Турции, вообще как сюда попали, как здесь живется, где живете, как познакомились с нашей компанией. Вкратце вот так хотелось бы нас услышать сегодня. Вы знаете, я, наверное, начну с 2021 года. Мы приехали сюда по туристической путевке с мужем и просто отдыхали. И где-то до отъезда оставалось пару дней. Мы решили просто взять экскурсию и посмотреть на квартиры в Турции, потому что никогда с этим не сталкивались. Заказали экскурсию через Summer Home и нас предоставили машину и повезли показывать свои новые дома. Это меня настолько впечатлило. И я на Турцию посмотрела другими глазами. Но муж-то не знал о моих планах. И планов-то никаких не было, поскольку мы не собирались ничего. Это была просто ознакомительная экскурсия. Ознакомиться с Турцией и какие дома здесь строят. И когда мы вернулись в офис, я сидела, а муж знал, что у меня в кошельке только 200 долларов. Вот самое смешное в этой истории, что у нас было 200 долларов с собой. И я сказала, вы знаете, нам так понравилось, наверное, мы будем покупать. Но муж еще серьезно не воспринимал, потому что в кармане было 200 долларов. Еще раз вернусь к этой теме. Как можно 200 долларов? Нам сказали, давайте для начала хотя бы заплатите 100 долларов, и мы начнем оформлять бумаги. И когда я из кошелька достала 100 долларов, мой муж понял, что я не шучу. И что это на самом деле ответственный шаг, заплатив 100 долларов, у меня обратной дороги не будет. Мы оставили аванс. И вот с этого момента мы начали Турцию уже рассматривать, как страну, в которую мы хотим встретить старость. Мы поехали домой, выставили свою самую красивую, самую лучшую квартиру на продаже. И это хватало. Мы же приехали сами из Омска. И в Омске мы не в центре города живем. Мы живем на окраине. И продав трехкомнатную квартиру 72 квадрата, нам как раз хватало, чтобы купить здесь 1 плюс 1 в очень хорошем строящемся комплексе. Мы даже боялись знакомым сказать. Потому что, честно говоря, нам все говорили, мусульманская страна, вы что безумные делаете, у вас же здесь все хорошо. Но мы-то уже душой были здесь. Мы всегда хотели жить на море. Но Краснодарский край не рассматривался, потому что цены были нереальными. Это нам бы хватило только, наверное, на соломенный домик в 5 километрах от моря. Других вариантов не было. Ну, приехали, продали. Начали переводить деньги. Сделали очень много ошибок, потому что нужно было чуть-чуть все по-другому. Ну, это просто жизненный опыт. И где-то через полгода мы узнаем, что тот район, в котором мы купили квартиру, он закрылся. И как бы квартира есть, а документы мы не получим. Но уже было все запущено. И мы понимали, что у нас только вперед. И буквально через Summer Home мы принимаем решение, что мы, наверное, купим в открытом районе еще вторую квартиру. Но это вообще, это было просто, казалось, безумием. И мы по телефону покупаем вторую квартиру. И теперь уже это Газипаша, о котором мы только знали два слова. Аэропорт, красивый пляж. Все. Других характеристик. Где это, что это, чем живет район. Нас как-то не было даже, ну, мы не знали ничего. Понятно, да, поверили, то есть на слово агент. Агенту поверили на слово. Но для тех, кто будет смотреть, я призываю о том, что за это время у нас восьмой агент. И все-таки квартиру надо было покупать у застройщика. Застройщик – это уже по жизни человек, который будет с тобой. По крайней мере, он не поменяется. То есть он напрямую обратится застройщик? Да, да, да. Минское агентство? Да. Восемь риэлторов – это сильно. Они меняются, а мы все те же. А Вадим, который нас просто очаровал. Во-первых, наше знакомство произошло очень интересно. Человек, который чуть-чуть задержался, приехал с выпечкой и сказал, сейчас мы будем пить чай. Но это очень располагает в себе. Мы попили чай, было очень приятно. Потом мы поехали решать все наши дела. А дел у нас много, поскольку мы не владеем языком. Надо было в банке открыть счет. Очень много было всего. И как бы очень самые добрые, приятные впечатления. Даже неудобно у такого человека занимать лишнее время. Но мы всегда объясняли, что мы пожилые люди, и нам надо, чтобы нам помогали. Нам очень сложно. Допустим, я сейчас, если из друзей кто-то ко мне обратится, я могу просто пошагово рассказать плюсы и минусы. А это все называется жизненный опыт, который мы приобрели с покупками. Ну, и в конце я хотела бы сказать то, что я ни на минуту не пожалела даже те ошибки, которые мы сделали. Нам настолько здесь все нравится, потому что вот те квартиры, вот эти две, ну нет такого уровня. Ни в Краснодарском крае мы бы не смогли купить. Они, может быть, и есть. Но если мы были бы москвичами с другим доходом, мы бы, может быть, себе и позволили. А так мы бы никогда не позволили такой уровень квартир, какой мы здесь получили. Квартиры все с ремонтом. Не стоит вопрос ни с мебелью, ни с техникой. Так же, как и в вашей фирме. Вы сразу продумывали за всем. Даже вплоть до интерьера, который окружает. Это же здорово, когда ты просто ни о чем не думаешь, а получаешь в конце результат, который устроил бы всех. Из-за этого мы абсолютно счастливые люди. Ну, некоторые знакомые нас спрашивают, вам не скучно? Ну, это, наверное, вопрос, который вызывает у меня улыбку. Нам здесь не скучно. Поверьте, да? Каждый день что-то с нами происходит. Мы чем-то заняты. Мы открываем для себя новые продукты. Мы открываем для себя все новые ощущения. Во-первых, то, что мы научились пользоваться турецкой картой в банкоматах, для нас уже шаг. Мы растем. Мы научились по золотой короне выменивать, переводить рубли в лиры. Это уже подвиг. Это все очень. И, как бы, во-первых, Эдуард, я очень хотела бы вас поблагодарить. Вы единственный человек, который всегда берет трубку. Всегда на связи. Всегда на связи. А связь мне нужна. Потому что, если мне взяли трубку, у меня будет паника. Меня бросили. Про меня забыли. Любой вопрос, мне нужно, чтобы на него был ответ. И пока весь я не найду, я буду мучиться этим всем. Ну, это возрастное. Тяжелый возраст. Мы боимся нового. Я не могла понять, как можно подойти к железному ящику, запихать в него доллары и уйти без издевестности, что с ними дальше происходит. Это смешно, конечно, но это для молодых смешно. Я, муж мой научился на карте, где мы находимся, выставлять. Мы научились по карте гулять. Это все мы научились здесь. Мы очень благодарны Турции. Да, мы еще ничего не сделали. Мы не сделали ни ВНЖ, мы не занимались этим. Но то, что на сегодня с нами происходит, мы этому счастливы. Каждое утро мы просыпаемся с одной мыслью. Спасибо, Турция, что мы здесь. Спасибо, Юра, что ты поддержал. Я хотела бы рассказать еще про Family Park. Вы знаете, еще почему подкупила это предложение? Я попала, была неделя, когда по акции мне предложили в подарок всю бытовую технику. Слово «всю» – это полностью вся квартира. И вы знаете, Вадим выполнил свое слово. На сегодняшний день уже установлены кондиционеры и устанавливается остальная техника. Дополнить, какая будет техника у нас, да, два кондиционера будет у нас, холодильник, посудомоечная машина, стиральная машина, варочная панель, духовка, вытяжка, электрический нагреватель. Это все будет комплект. Не досталось кровать и диван завести. А так на сегодняшний день техника стоит 3900 евро. По поводу того, что чуть-чуть задерживают со сдачей, просто мы сейчас общаемся с людьми, и очень многие говорят, что сдача отложена на год, на полтора года. Потому что люди пробуют подавать в суд, но это называется фосмажор. Из-за того, что произошло это землетрясение, из-за этого все искры отклонены. Невозможно ничего отсудить. Так что Вадим – это просто подарок. Человек, в принципе, уже заканчивает. Сейчас очень много недостроенных домов. А у нас все достраивается. Да, ну на пару месяцев стройки сдвинуты. Но это тоже можно пережить. Главное, к летнему сезону мы будем со всеми соседями сидеть на одном пляже. До конца пляжа сдать комплекс полностью. Залучить людям ключи, кто хочет переехать уже к нам, чтобы могли переехать, обставиться, чтобы жить. Потому что, да, люди многие надеждами живут, чтобы именно жить в Турции. Жизненные обстоятельства сложились так, что кто где, всему миру, но они хотят именно собраться в нашем комплексе. У нас, кстати, сегодня видели наших покупателей. Случайно пошли в банк. Выходим с банка и навстречу нашим покупателям. Надо было так встретиться в Турции. Вы знаете еще что? Мне очень приятно, что я для себя открыла зимнюю Турцию. Мы же все привыкли. Июль, 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 август. Как вы можете сказать? Я влюблена. Я просто понапрасну. Это же сумасшедшие месяца. Мы приехали в ноябре. Я купалась в море. Я бы и сейчас купалась. Там просто пирс, с которого я плаваю, его разобрали. Вода теплая. Я не великая пловчиха. Но я получала удовольствие. Я сейчас за зимний отдых. Мы думали, вот сейчас начнутся дожди, ветра. Да, был один день с дождем. Но это хоть где он мог произойти. Два дня с ветром. Но это все было легко. Мы за все время ни разу не включили на обогрев кондиционеры. Мы не обогреваемся. У нас нет маленького ребенка. Да, мы где-то теплее дома одеваемся. Но этого достаточно. Это не смертей. Не надо обогреваться. А уже, как говорят, началась весна. Так получается, самые тяжелые времена у нас прошли без обогревателей. Да, может приятно, когда ты сделал теплый пол. Но и без теплого пола было все замечательно. Так что зима в Турции – это великолепно. Согласен. И сейчас, если бы выбрал, я бы на лето уехала бы домой. А зиму, осень, весну я бы здесь провела. Мы влюблены. Вот, кстати, да. Поэтому многие европейцы, пенсионеры, в частности, приезжают на зимовку сюда. Да, здесь очень хорошо. Потому что тепло, свежие фрукты, овощи. Цены дешевле, чем в Европе. Вы знаете, здесь еще очень многие задают всегда вопрос, сколько вы здесь денег тратите, сколько денег. Вот я посчитала, и я точно знаю, сколько мы тратим. Если мы, допустим, без экскурсий, мы в основном везде ходим пешком. От Кестеля до, допустим, этой башни мы доходили пешком. Это 7 километров. И в Махмутлар мы ходим пешком. Обратно, конечно, мы возвращаемся на автобусе. Мы кофе пьем дома, мы не ходим в кафе, но нам на двоих достаточно 500 долларов. Сюда входит и Айдат, и Свет, и Вайда, и все-все. Айдат у нас 45 долларов. А коммуналка у нас, сейчас скажу, мы прекрасно вкладываемся вместе с интернетом в тысячу лир. Тысяча лир, это 3-3,5 тысячи помидор рублей. То есть у вас это 500 лир? Нет, 1000 лир это без интернета. Интернет у нас дорогой, да. И где-то 800 лир у нас интернет. То есть получается 500 долларов у вас стоят продукты. Да. Ну что ты хочешь? Какие-то, может быть, что-то приобретение. Все, наобоишься, все. Мы, допустим, взяли 5 литров растительного масла, естественно, и 5 килограмм сахара, это не на месяц. Да, да, да. Это на большее количество. Ну, допустим, в следующий раз мы купим шампунь. И постоянно, ну, 500 долларов, это та сумма, которая нам достаточно. То есть вы можете себе позволить и помидоры, и кулачки, и кулачки. Это не можем позволить. Это называется у нас сумка, тележка, каталка. Да. Каждый среду у нас традиция, мы ходим на рынок. Ходим мы на рынок после 4 часов. Ну, мы ведем как два достойных пенсионера. Да, да. После 4. Это полная тележка, полная. Мы не берем лук, потому что он около рядом в магазине столько же стоит, сколько на рынке. Картофель, морковь. Это мы все не берем, потому что это рядом в магазине. Овощи и фрукты мы полная сумка. Зелень. Это уходит у нас 250 лет. Да, это полный. Один поход. Один поход. Это нам на неделю. Это почти, ну, 750-800 рублей. Да. Это на неделю нам достаточно. Плюс рыба, вы говорите. Рыба, это около магазина мы покупаем. Да, очень прекрасно. Да, тоже. Ну, мы берем сейчас на больших размерах 2,5 килограмма. Конечно, мы за неделю, мы же не рыбу одну едим. Ну, на 2 недели нам нужно. И посолить, да. Да, говядину покупаем, курицу. Говядина мне очень нравится. Я прихожу, говорю, фарш, показываю. Он мне не фарш, берет кусочек и при мне его прокручивает, дает. Столько внимания, мне очень нравится. То есть вы ни в чем себе здесь не отдавите. Да, и еще мне очень нравится, что или мы возрастные, и мы не можем понять, почему это так с нами происходит. Вокруг очень много внимания, доброго такого. Вот, например, когда мы не могли снять деньги в банкомате, мы вставим эту карточку и смотрим. Мы не смотрим, говорит человек по-русски, не говорит. Мы просто показываем, что проблемы. И нам помогали снимать. Это были школьницы, это были англичане, это были турецкие женщины. Да, и все помогали. Очень доброжелательные люди, независимо от того, что местные сами очень порядочные, так же иностранцы здесь себя ведут. Да. Независимо от политики там. Как что, здесь все прекрасно. Прекрасно. Все очень улыбчивые, все доброжелательные. Я говорю то, что если мы заблудились, а мы можем заблудиться, это неудивительно. Мы обязательно остановим. Нам люди по карте расскажут, куда нам идти. Мы все проблемы решены. Это мы учимся здесь заново жить. Еще знаете, что хотел бы вас спросить. Смотрите, если остановить Россию с Турцией, да, все понимают, покупать в России новостройку, то есть там это сейчас надо ремонт, то есть надо там уже делать ремонт. Мы прошли, мы построили 4 квартиры. Тем более, да, а в Турции вы покупаете уже как бы готовые решения. То есть вам дают ключи, вы только делаете финишную уборку, ну, завезли мебель и все, вы можете уже жить. Да. То есть разница большая, да? Это очень большая. И причем ремонт-то неплохой. Он хороший ремонт. Саленд, да. Стандартный, турецкий стандартный. Да. Хорошие, допустим, хорошие краны стоят, хорошая раковина. Вот все очень качественно. Это не как от застройщика кран, который нужно обязательно поменять, потому что он через неделю побежит. Нет, нет, нет такого. Все очень качественно. А еще такие сплетни. Ой, в Турции купили соломенный домик. Да я не соломенный домик купила. Вот Вадиму, вы знаете, я сейчас вернусь к этому, к вашей стройке. Да. Знаете, я по видео наблюдала с первого котлована. Каждые выходные все выкладывалось. Для меня не было загадкой, как строится. Я знала, как это строится. Задавали вопрос. У вас в рекламе там написано, что будут повышенная гидроизоляция. Где она? Что вы представляли? Что вам поролол или пенопласт? Нет. Вадим, насколько я поняла, он взял кирпич другой толщины, другого размера. 20 сантиметров. Да. Невозможно стройку назвать соломенные. Где вы взяли, что здесь соломенные дома? Да. Ну, нет, есть такие варианты. Я не буду спорить. Есть летние варианты турецкие. Там тонкие стены, на самом деле. Может быть. Может, старые дома. Может быть. Но сейчас у нас, в частности, наш объект, он по всем стандартам построен. И стены дополнительного толщины. Да. Из-за этого... Конечно. Мы выбрали специально не на сторону бассейна. Потому что у нас нет детей, которые будут прыгать в него и наблюдать. Мы хотим тишину. Мы будем смотреть на гору. Что интересно... Да. Но я в Амуре смотрю, в Омске у нас район центральный. Амурс называется. У нас окна выходят на две трубы. Я лучше на гору буду смотреть. Я с вами согласен. Да. Я с вами согласен. Да. Допустим, я на пенсии. Мой муж еще не в пенсионном возрасте. Но мы посчитали, что когда он пойдет на пенсию, мне будет 70. А я хочу сейчас жить. И за это мы бросили все. А еще, я не знаю, это будет кому-то интересно. У психологов... Это тебе, Эдуард, на будущее. И всем вам. Секрет. Да, секрет есть такой. Значит, нужно взять мягкий метр, вот когда швей шьют, и отрезать свой возраст. Вот я отрезала, мне было 54 года, когда я это сделала. На цифре 54 я отрезала его. Все. Я убрала. Потом я решила, вот до скольки бы я хотела быть в разуме, подвижной, активной, что вот прям жизнерадостной. Я выбрала 82 года. И тоже отрезала. И у меня получился вот такой вот отрезок моей жизни. И теперь каждый год на свой день рождения я отрезаю один сантиметр. И вы знаете, отрезочек стал вот таким уже. И из-за этого вот заниматься накопительством. Люди, которые... Надо открыть свой бизнес. Не надо в 57 открывать свой бизнес. Не надо заниматься накопительством. Надо изучать языки. Нужно смотреть на море. Ходить в горы. Кушать вкусную еду. Она здесь безумно вкусная. И жить, наверное, в удовольствии. Потому что не надо уже накопливать. Да. Потому что на этот отрезок, он у меня с собой его не стал обрать, потому что он все короче и короче становится. Не хочу смотреть. Но сам процесс, это просто лишнее подтверждение, что жизнь настолько коротка. Это да. Я чувствую себе в душе, мне 20... Нет, я чувствую, что мне в душе 57. И в 57 я хочу достойно. В 57 уже в 10 часов ты не пойдешь на дискотеки. А в 35 я бы пошла. В 57 в 9 часов уже охота, ну, в лучшем случае, с балкона посмотреть на море. Все. И встаешь ты уже очень рано. Это другой, другая жизнь. Но она тоже прекрасна. Я согласен с вами. Во-первых, очень много новых знакомых. Я говорю, что здесь люди абсолютно другие. Абсолютно. Мы общаемся в комплексе, мы утром выходим и здороваемся принципиально со всеми. Понимают они слово здравствуйте, мирова. Не понимают. Мы ходим и здороваемся. И с нами также все здороваются. Это очень хорошо. Наверное, может, нам просто повезло, что нас очень милые люди окружают. Но нет, по большому счету, с Курцией, почему еще люди, наверное, такие довольные и счастливые? Потому что солнце светит 300 дней в году. А солнце все равно заставляет получать какой-то там витамин дополнительный, да, улыбка там с чуриться. Вот. И люди радуются, на самом деле, морю. И я всем хочу сказать, не надо бояться. Самое страшное, ничего не менять в своей жизни. Очень рады, что вот был Вадим и ваша компания. Потому что иметь недострой, и как-то это в чужой стране тоже как-то печальненькая история. Вот. И я знаю, что у Вадима очень большие планы. Эти виллы. Виллы сейчас очень хорошо покупаются, потому что документы сразу готовы. Если у людей есть деньги, почему бы нет? Я бы, знаете, что хотел добавить вам, как бы, что в каждом комплексе практически, да, в нормальном, хорошем иностранстве есть инфраструктура. Вот же бассейн, вот же хамам, парнайт, спортзал, там, зона барбекю, где, то есть, можно полноценно отдыхать. Не приезжать, например, в отель, а приехать в свою квартиру и там полноценно отдыхать, получать удовольствие. Вот вы говорите, по-моему, ходите в сауну, да, там полкарнайт. Вы знаете, не то, что мы ходим, у нас расписано, у нас традиция. В пятницу мы жарим курицу в зоне барбекю, у нас музыка с собой мы включаем, нам весело, нам хорошо. Мы очень любим вот этот барбекю, все. Суббота, воскресенье у нас баня, это уже традиции. В среду у нас рынок, и ничего этого не изменить. А вы как-то вы все это видите и вертите, да. Так что нам не скучно. Это отлично, это хорошо. И говорят, что уровень стройки и уровень квартир, это вообще, это даже между небом. Не сравнитесь, согласен нас с вами, да. И, конечно, я благодарю вас и Вадима каждый день за ваше внимание. Спасибо. За вашу обратную связь. Спасибо, мы стараемся идти навстречу пожеланиям клиентов. Да. Оректироваться, помочь, разобраться. Мне еще Вадим нравится, когда он приводит первый раз в комплекс, и он как хозяин заходит и начинает внизу в подвале рассказывать, здесь будет хамам, здесь будет толк, здесь будет... У него глаза горят, он уже это видит как нарисованное. А давайте вот сюда пройдем, а вот здесь будут счетчики, его не переслушать. Он хозяин, да, он хозяин, он построил это все. Конечно, у него будет гореть все. За кругом. Да. И он говорит, что я с большой любовью строил этот дом. Ну и в рекламе было... Вкладывал очень от времени, да, и сил. Да. А по-другому нельзя. Да, с душой. Иначе не получится. Это подход с душой. Легче. И всех своих будущих соседей я призываю одно. Ребята, давайте чуть-чуть терпения. Там уже все, там уже просто, уже мы стоим на финишной тревоге. Да. Ну, может быть, две пальмы не посадят вовремя. Нет, посадим. Ну, чуть-чуть. Нам нужно чуть-чуть добавить. В связи с этими обстоятельствами, ну, это вообще, ну, это настолько незначительно. Главное, что к лету мы все встретимся. Мы, в свою очередь, благодарны вам за то, что вы выбрали нашу компанию, наш объект, наш купили у нас квартиру. Мы вам тоже благодарны, собственно, и, соответственно, помогаем вам в этом во всем, подсказываем что-то в меру возможностей. Юр, ты, может, дополнишь меня? Ну, расскажи, какой ты здесь счастливый. Счастливый, счастливый. Рядом с Ольгой, конечно, да. Рядом с Ольгой я всегда счастлив. Спасибо. Даже в Турцию. Это я научила его так говорить. Замечательная пара. Дай Бог вам здоровья, счастья, долголетия, радоваться уже не получится. Наши все радости в ваших с Вадимом руках. Спасибо.